17 лет исполняется со дня подписания совместной декларации об отношениях между Севером и Югом на Корейском полуострове. С 2000 года этот документ представляет фундамент для взаимопонимания и примирения программ воссоединения двух сторон. Однако в среду Северокорейский комитет за мирное воссоединение Кореи заявил, что Пхеньян не исключает применение военных средств для воссоединения, если Сеул будет продолжать вести враждебную политику. КНДР требует от нового южнокорейского правительства пересмотреть свое отношение к Северу. Пхеньян полагает, что взаимодействие между сторонами превратилось в полную катастрофу из-за вмешательства США. Напомню, за годы существования декларации кризис отношений между Севером и Югом возникал не единожды, но сейчас напряженность достигла своего пика. Пхеньян отказывается сворачивать ядерную программу, только в мае КНДР проводила пуск баллистических ракет четыре раза. В этом году после избрания нового президента Трампа США усилили военное присутствие в море близ корейского полуострова.